My roommate called his mom to tell her he's dropping out of medical school. I don't know what I'm gonna do. I don't know what I'm gonna do, mom. I've been studying for 72 hours, he's not but f***ing ramen noodles, just to get a 40 on my first test. Just to get a f***ing 40. Do you know how f***ing I feel? Ну что ж, привет. Я знаю, это немного необычный формат для моих видео, но, в общем, я наткнулась на это видео, и мне стало так искренне жаль этого молодого человека. Я решила поделиться своими мыслями о том, как этого можно избежать, и, в принципе, я думаю, что каждый из нас находился в такой ситуации. Вот эта грусть, разочарование, желание всё бросить, оно, я думаю, всех нас объединяет, особенно когда ты вложил какое-то неимоверное количество усилий, как тебе кажется, что они должны были принести потрясающий эффект, но они приносят микроскопический эффект, хочется всё разнести, поругаться, не знаю, кто как выпускает пар. В итоге я хочу немножечко обсудить эту ситуацию, потому что это реальный пример. Я хочу вытянуть максимум советов, которые я могу дать, если вы находитесь в такой же ситуации. Но для начала повторим такие основные тезисы данного видео. Что ж, молодой человек сказал, я не знаю, что мне делать, я учился по 72 часа и не ел ничего, кроме рамёна, это быстро растворимая лапша, для того, чтобы получить всего 40 баллов за мой первый тест. Ну что ж, это печально, видно, что это сильно его задело. Разбираемся по порядку. Первое, что я советую, это, конечно же, всё-таки выпустить свои эмоции. Да, покричать, поругаться, не знаю, побить кулаками об стену, всё что угодно делайте. Это нужно в данный момент, потому что, скорее всего, эмоций много, их подавлять нельзя, потому что это плохо, это кортизол, это подавленные эмоции, это всегда бомба замедленного действия. То есть в какой-то момент вы взорветесь. Поэтому дайте выйти своим эмоциям. У нас у всех по-разному. Они выходят, кто-то плачет, кто-то смеётся, кто-то ругается. Но всё-таки советую таких громогласных заявлений не делать и не делать ничего на эмоциях. То есть стараться не дропать курс, не уходить куда-то, не писать заявления, не кричать, что я вообще этим всем не буду заниматься, не рвать нам свои конспекты. В общем, постарайтесь не нанести увечья ни себе, ни окружающим. Лучше бы сделать, на самом деле, перерыв на день или хотя бы полдня. Можно просто погулять, покушать, пообщаться с кем-то спокойно. Не надо звонить родителям и расстраивать их. Берегите своих родителей. Они очень близко всегда к сердцу принимают такие заявления. И следующее, что можно сделать в данной ситуации, это разобраться с самим тестом. Что же с ним такое? Во-первых, узнаём, можно ли его пересдать. Потому что в большинстве случаев есть какой-то второй, третий, четвёртый шанс. Или ищем варианты, как можно его перекрыть. То есть, если нельзя его пересдать, возможно, есть какие-то работы, которые можно сделать. И за счёт этих оценок можно перекрыть результат. Возможно, за счёт того, что это первый тест, то это вообще максимум обычный. Это 25% от оценки. То есть, всё-таки у вас есть шанс для того, чтобы перекрыть это всё другими заданиями. И повторюсь, нужно обязательно изначально знать, или впоследствии, конечно, узнать, но лучше изначально, какой процент от общей оценки составляет тот или иной тест, то или иное задание. Потому что это важно, когда вы сдали хорошо, ну, прекрасно. Когда вы сдали плохо, вы должны понимать, сколько вы потеряете в процентах, даже если вы не можете пересдать. То есть, чтобы вы потом всё-таки немножко по-другому строили своё обучение, и как-то это всё перекрывали. Потому что сейчас такая система, что, скорее всего, это какая-то всё-таки часть от вашей оценки, а не общая. И, в принципе, если вы за первый тест, какой-либо, скорее всего, сложный, в данном случае в медицинском колледже или школе, вы получаете 40 баллов, это тоже неплохо, вы получили не ноль. Это, скорее всего, что-то сложное. Это ваш первый тест, это ваша первая проба. В этом нет ничего плохого. Это не полный провал. Это просто плохо с данный тест, который можно исправить, который можно дальше как-то с ним работать. И дальше, собственно говоря, мы будем с этим работать соответственно. 40 баллов, скорее всего, из-за 100. Это плохо, но не катастрофично. Так что же по поводу советов? Что нам нужно делать? Вот мы всё про тест узнали, но более-менее как-то себя успокоили, эмоции ему выпустили. Что дальше? Дальше мы работаем с последствиями. Разбираем все ошибки, которые, скорее всего, совершил данный молодой человек из видео. Первое, что он, скорее всего, не сделал, это не отрепетировал тест. Скорее всего, в большинстве случаев сейчас дают какие-то пробные тесты, какие-то приблизительные тесты, хотя бы общие моменты, которые точно будут на тесте. Если вы делаете такие пробные тестирования, вы в 90% понимаете, какую оценку вы получите, потому что вы, скорее всего, неоднократно пройдёте, вы получите баллы, то есть вы посчитаете и посмотрите. Вот, у меня было 40, что я могу сделать иначе? Какие темы мне нужно подтянуть? То есть вот этот пробный тест, он хорошенечко выявляет все ваши пробелы, он показывает вам, на что нужно обращать внимание. То есть не просто проходим и расстраиваемся, что мы не готовы к тесту, а проходим, берём обратную связь, разрабатываем моменты, которые там всплыли, и нам грустно от этого, и идём работать дальше. И по поводу обратной связи. То есть если мы не сделали этого подготовительного теста, вы просто сели уже итоговый, написали, ну то есть сдали, заполнили, и получили вот свою оценку. Не очень хорошо. Что мы делаем в этот момент? Мы вытягиваем из этого теста максимум. То есть мы как раз-таки берём, что вы ответили верно, что неверно, на какие вопросы вы не ответили правильно, какой правильный ответ, почему он именно правильный и так далее. То есть вытягиваем максимум информации из того, что у нас есть. Если этого нету, просто у вас с отсылкой, и всё, больше ничего. Всё равно, когда вы ещё хорошенечко помните какие-то вопросы, запишите, что-то выпишите, что вы помните, и дальше с этим надо работать. То есть когда вы получаете плохую оценку на тесте, это не значит, что мы захлопываем все учебники, расстраиваемся и больше не прикасаемся к этой информации, потому что, скорее всего, это базовая информация, особенно если это первый тест, то это самая базовая база. Вам нужно её знать, потому что дальше будут на это наслаиваться другие знания. Даже если вы не можете пересдать, даже если это уже вот оценка, которая у вас уже есть, вам дальше нужно работать с этой информацией, потому что потом будет сложнее, сложнее, сложнее. А если вы на данном этапе пропустите какие-то моменты, а потом это так сильно аукнется, что просто вот тогда уже можно будет бросать, потому что ваши знания уже будут без базы, они не будут структурированы, они будут как бы ошибка на ошибку наслаиваться, и там уже будет большая пропасть, которая у вас образуется в ваших знаниях. Следующий момент, который меня очень сильно зацепил и очень сильно, как раз-таки, скорее всего, раздосадовал в данном видео, это то, что молодой человек говорит о том, что он учился 72 часа в неделю и получил вот такой вот результат. То есть, как ему кажется, он вложил максимум усилий, то есть 72 часа, это если вы будете каждый день, получается, сколько, больше, чем 10 часов работать без выходных. Это очень много, это очень-очень-очень много, то есть, если не учитывать другую никакую деятельность, если он действительно учился 72 часа, ну, невозможно получить 40%, если вы пользовались правильными стратегиями, то есть, скорее всего, он читал, перечитывал, хайлайтил, переписывал конспект, ну, как бы максимально пассивные, непродуктивные какие-то стратегии использовал, которые занимают очень много времени и дают малую эффективность. Если бы он проводил самотестирование, если бы он себя все время спрашивал, а что я только что узнал, а что я только что прочитал, а что это значит, а как это связывается с предыдущей информацией, как это складывается в общую информацию и так далее. Если бы он применял на практике, потому что, если это медицинская школа, скорее всего, возможно, это анатомия или еще что-то. Есть какие-то карточки, есть картинки, если бы он рисовал какие-то органы, не знаю, то есть, применял на практике свои знания, насыщал бы какие-то предметы, знаниями, не знаю, пошел бы, потрогал какие-то косточки, еще что-то. Это очень хорошо. То есть, применил бы максимально активно все свои знания, которые он получил, потому что, на самом деле, в активных процессах обучения само получение информации, оно занимает где-то 25%. Потом вы с этой информацией работаете, 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 вы ее пересказываете, перечитываете, ну, как, не перечитываете, но смотрите в другом формате, смотрите, там, читаете какую-то книгу научпок, смотрите какой-то другой фильм, например, документалку какую-то, потом применяете на практике, создаете какой-то проект, пытаетесь пересказать другому человеку, пытаетесь пересказать самому себе. Скорее всего, эти 72 часа были потрачены на очень пассивные стратегии, что печально. И очень многие тратят на это очень много времени, тогда как есть стратегии более активные, более продуктивные. И если бы он потратил 72 часа на активные стратегии, то не было бы вообще никакого шанса получить 40. И последнее, самое печальное, то, что он ел один рамен все это время, скорее всего, в несколько недель, а может быть и в месяц до первого тестирования. Это примерно как у вас хорошая, прекрасная машина какого-нибудь А-класса, и вы ее заправляете дизелем в надежде на то, что она хорошо и долго будет ехать. Нет, так не работает. Для того, чтобы много работать, много учиться, нам нужно нормальное питание, нам нужно достаточное количество энергии. А это получается за счет нормальной еды, белков, жиров и углеводов, которые нормально усваиваются нашим организмом и посылают все необходимые вещества в наш мозг и наше тело тоже в нормальном состоянии. Поэтому нельзя очень плохо питаться полуфабрикатами и всем прочим. Вы в какой-то момент почувствуете, что вы уже живете на абсолютном надрыве, потому что просто вашему организму не хватает той энергии, которую вы даете. И на этом все. Если вам понравился такой формат, можете присылать видео, на которое я тоже отреагировала. Но предупреждаю сразу, ТикТока у меня нету. Я из тех людей, которые говорят, нет, ТикТок это слишком затягивает, это слишком много времени занимает. Я из тех, кто в Инстаграме смотрит ТикТок. Периодически говорят, так, я нашла это видео. В общем, если хотите дальше, можете присылать мне видео, я их тоже разберу. Вот с этой точки зрения. Какие были ошибки, что можно исправить и так далее. Если не понравилось, больше не буду такое выпускать. Просто это лично меня очень сильно задело и мне захотелось с вами поделиться. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok